Лена Булякова педагог со стажем и компьютером владела, но больше на уровне неуверенного пользователя. Чтобы не отвлекать лишний раз детей расспросами как и что, она решила записаться на курсы. И теперь легко ориентируется на просторах интернета, где находит много для себя полезной информации. Сейчас она задалась целью освоить иностранные языки. Языки – это моя любовь. Я собираюсь учить языки испанский, итальянский именно по интернету самостоятельно. Вот на сайт выхожу, буду брать песню, буду брать текст, буду перевод и буквально за год похвастаюсь перед своими детишками и выучу испанский, итальянский. Потому что это так просто и легко через песни выучить. Ну и чуть-чуть помочь внучке с английским, чтобы ей было немножко интереснее. Как говорит преподаватель курсов, пенсионеры вполне обучаемые. Даже те, кто перед курсами боялись подходить к компьютеру, к концу обучения становились уверенными пользователями. Здесь самое главное – найти к каждому ученику свой индивидуальный подход. Первый день, когда они приходят, это сразу видно, кто сразу умеет что-то делать, а кто-то, например, даже не знает, как к нему подойти. Боится этого робота. Поэтому они все обучаемые. Три недели, на мой взгляд, это достаточно. Мы только даем им фундамент, как подходить к компьютеру, самые основные темы даем. В общей сложности за время существования проекта обучение прошли 1300 пенсионеров. Изначально программа, которая стартовала в 2010 году, была рассчитана на 5 лет. Но так как желающих много, ее продлили. Но в библиотечной системе решили не ограничиваться курсами. Сейчас обдумываются новые проекты, где будут привлечены нефтеканцы старшего поколения. Задались вопросом, может быть, целью организовать что-нибудь интересное для людей старшего поколения. Это могут быть клубы по интересам, могут быть какие-то курсы. Мы вообще нуждаемся в людях старшего поколения, которые могли бы поделиться с нами, с детьми, своим опытом, своими какими-то навыками. Возможно, мы вместе с вами организуем какие-то клубы по интересам. Сотрудники библиотечной системы надеются на большой отклик со стороны горожан и готовы выслушать и рассмотреть любые предложения. Ведь подобные клубы для пенсионеров, где можно проводить мастер-классы, организовывать встречи с интересными людьми и многое другое – для города новинка. Марина Медвинская, Никита Кабанов, информационная программа «Ежедневник».